Дмитрий Мавдрик 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 специалисты Ямалавтодора. В Лабытанге полным ходом идет ремонт дорог. Более 14 километров выровняют, избавят от провалов и бугров. На улице Школьной трудятся дорожные строители Ямалавтодор. Сегодня они уже сделали 70 процентов работы. Произвели фрезеровку старого покрытия, демонтировали дорожные элементы, подготовили тротуары для нового асфальта. Уже начали устанавливать гранитные бордюры и укреплять их бетоном. Не раз в социальных сетях жители жаловались на большие временные промежутки между этапом фрезеровки и укладкой нового асфальта. Требуется объем для того, чтобы уложить асфальт, то есть нужно запустить завод. И чтобы запустить завод, то есть нужен какой-то объем. Поэтому, соответственно, дорожники сначала делают нарезки, а потом, соответственно, делают укладку асфальтно-битумного покрытия. Потому что завод запустить будет нецелесообразно, то есть на 200 килограмм асфальтного покрытия. Через неделю 350 метров дороги по улице Школьной будут готовы к эксплуатации. Каждую неделю по строительным площадкам проезжают и общественники. Они смотрят, насколько безопасно выполняются дорожные работы и как реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Положительно оцениваю всю эту работу, потому что это очень значимо. Я как автолюбитель тоже очень рад, что есть хорошая дорога. Данный национальный проект очень положительно сказывается на качестве дорог и удобство передвижения по городу. А еще общественников волнуют сроки завершения строительства. Ведь совсем скоро юные лабутнанцы пойдут в образовательные учреждения. Их путь до школы должен быть безопасным и комфортным. Впрочем, как и по улице Подгорной, здесь тоже сделана фрезеровка 800 метров дороги. Про этот участок лабутнанцы не раз писали в социальных сетях, обращали внимание властей. На следующей неделе сюда приедет тяжелая техника. Заменит бордюры, сделают площадку под остановку и обновят покрытие дороги. Подрядчик «Ямалавтодор» планирует за 10 дней выполнить этот объем работ. Дарья Самородова, Николас Никгир, программа «Время местное». За проезд в автобусах и питание в школьных столовых лабутнанские школьники смогут расплачиваться электронными картами. С 1 сентября их будут выдавать всем желающим бесплатно. Платить за их использование также не придется. Авторы идеи такого безналичного расчета – депутаты городской думы. Куратор проекта партии «Единая Россия» «Здоровое питание» Олеся Малахинская и Евгений Шестаков проделали большую предварительную работу. Ее могли оценить на презентации карты школьников в школе номер 8. Подробности в репортаже Ирины Волокитиной. Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения. Важно не только вкусно и качественно накормить учащихся, но и правильно организовать весь процесс. Лабутнанские единороссы, депутаты городской думы Олеся Малахинская и Евгений Шестаков предложили горожанам отказаться от оплаты наличными, а использовать электронную карту школьника. «Работать мы начали с Евгением Владимировичем с февраля месяца, если я не ошибаюсь. Повезло, что мы успели до пандемии обойти все школы. Мы посещали родительские собрания, как учеников младших классов, так и старших классов. И я хочу сказать, что мы встретили поддержку, но иначе бы мы и не стали ее вводить, эту карту. Мы встретили поддержку родителей, и папы были за, и мамы, и бабушки, которые приходили на собрания». Авторы проекта представили городским педагогам готовый вариант карты школьника Лабутнанги. «Варианты карты школьника было две. Это карта именная с фотографией, и карта простая с номером в карте. Чем простая карта проще, у нее, конечно, время и миссия быстрее, и отсутствует обработки персональных данных, что почему-то для родителей тоже было важно». «Не обязательно какие-то личные данные предоставлять детей. Если даже в случае утери, просто выдается новая карта за новым номером, и все. Я думаю, что это тоже удобно, потому что не нужно делать перевыпуск карты, фотографирование и так далее. То есть это потеряли, дали другую, потеряли, дали другую. То есть должно быть все это оперативно». На получение новой карты уходит несколько минут. Она не привязана к интернету и проста в обращении. Представитель Тюменской транспортной системы подробно отвечал на вопросы, собравшиеся. Историю платежей родители могут отслеживать на сайте компании, а пополнять счет через сервисы Сбербанка, Газпромбанка, Запсибкомбанка, Почтобанка. Карты можно оплачивать и проезд в автобусах, и питание в школьных столовых. В этом и есть отличительная особенность Лабытнанги, а других городов округа. «Вы первые в очереди на такой проект, где как раз-таки мы совмещаем питание и проезд школьников, а также еще в перспективу вход в школу». Народные избранники, представители органов местного самоуправления, управления образованием и Тюменской транспортной системы детально обсудили использование карты школьника. В результате продуктивного диалога пришли к общему мнению. «Я считаю, очевидное преимущество, потому что мы буквально с малых лет учим детей правильно пользоваться деньгами. И данная карта, я считаю, является одним из моментов финансовой грамотности наших детей. Поэтому, если дети будут буквально с начальных классов уметь пользоваться данной картой, в будущем им будет намного легче». «Я бы для своих детей приобрела такую карту для того, чтобы контролировать и быть уверенной в том, что деньги, которые даются ребенку на питание в школе, расходовались именно направленно для этого». «Эта карта все-таки позволяет как-то контролировать денежные потоки. Поэтому, думаю, наш проект будет востребован в муниципальном образовании. Ну и даст, наверное, какую-то новую веку в развитии безналичных расчетов и удобства». Карты в городских школах будут раздавать с 1 сентября. Ее использование для родителей будет бесплатным, а для детей удобным. Впрочем, по желанию можно выбрать и расчет наличными. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное». Секция картинга приглашает ребят. В объединении картингистов в Лабытнанге занимается три десятка школьников. Ребята своими руками собирают совсем не игрушечные транспортные средства. На них же и ездят. В числе тех, кто посещает занятия, есть и девчонки. Подробности о том, почему гонки на картингах привлекают молодежь и не отпугивают родителей, расскажет Дарья Бугаева. Рев мотора и скорость – эти понятия местным мальчишкам знакомы. За 16 лет существования Лабытнанское объединение картингистов взрастило не одно поколение любителей картов. С юных лет ребята учатся правильно вести себя за рулем. На практике знакомятся с устройством двигателя. Не сразу ребенок садится в картинг за технику. Изучаем устройство, изучаем технику вождения на автомобиле, на картинге устройства, как обслуживать, как ремонтировать. То есть это идет сначала все в теории. В дальнейшем, уже спустя 3-4 месяца, уже потихоньку начинаем садиться в технику. То есть не выезжая на полигон, здесь, рядышком, возле гаража, учимся на заглушенных двигателях рулить. Учимся, потом уже запускаем двигателя, учимся тормозить, газовать. Ну и потихонечку, постепенно, постепенно, уже я их потом вывожу на полигон. Спустя где-то примерно полгода, месяца в 5-6, вот так где-то. И потихонечку начинаем уже трогаться с места. Гонки на картах – не самый распространенный вид спорта. Однако и у него есть свои соревнования. Даже на период самоизоляции ребятам было некогда скучать. Не так давно прошел онлайн-турнир по картингу, посвященный 75-летию Великой Победы. Четверо самых ловких и сообразительных были награждены медалями и почетными грамотами. Сын Юлии Морозовой в объединении не так давно. Мама Владислава решила направить энергию ребенка в нужное русло год назад. К увлечению относится с пониманием. Считает, что любовь к технике должна проявляться с раннего возраста. Здесь все безопасно. Поэтому у них, сами видели, амуниция хорошая, шлемы, перчатки у них, все-все-все. Как бы система безопасности у них идеальная просто. Педагоги замечательные, тренинги у них всегда происходят, обучаются. Мне не страшно, мне интересно. Я хотел в кардинг, потому что здесь гонки устраивают, и соревнования, и еще поездки. И еще здесь можно кататься. Тяга к технике и гонкам в определенном возрасте есть, пожалуй, у всех мальчишек и даже девчонок. Возможность реализовать свои потребности на автодроме выпала для Арины. Она без раздумий согласилась. Вообще, как бы не думали, что она пойдет на картинге. Но у ней было с детства машинное, ее любимая игрушка, и все. А решили попробовать, ей понравилось. Роман взял ее тоже как хорошая, способная девочка, поэтому решили пробовать дальше. К началу обучения будущих шумахеров подготовились основательно. Занятия начнутся уже с 15 сентября. Жаль, что только места ограничены. В помещении слишком мало места. Но зато в этом году гараж пополнился двумя картами. Объединение приобрело новую экипировку для спортсменов. Форма самая высокая уровня. Можно действительно участвовать и на всероссийских соревнованиях, ездить, получать разряды. То есть сейчас нам открыты все двери в большой автоспорт. За нами только воспитание подрастающего поколения и воспитание чемпионов. В картинге, как в скоростном виде спорта, есть свои сложные правила дорожного движения. Их ребята обязаны знать на зубок. Более того, здесь же школьникам прививается общая культура поведения на большой дороге. С понедельника на Ямале началась неделя добрых дел, в течение которой ежедневно волонтеры будут оказывать помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям. Сегодня волонтеры пришли на помощь лабытнанским экоактивистам. О том, в чем заключалась помощь и куда волонтеры отправятся завтра, в нашем следующем репортаже. Заходим, выносим тюки готовые, которые уже спрессованы, проходим в дальнейшие помещения, откручиваем крышки и сортируем, прессуем пластик. Соблюдаем технику безопасности, маски, перчатки вам выдадут на входе, очки еще защитные. Спасибо огромное за вашу помощь. Напутственные слова сказаны, время приступать к работе. Сотрудники Экомир Лабытнанги, волонтеры Арктического Центра Добровольчества и представители Молодежного Центра объединили усилия в непростом деле. Сегодня у нас на базе мы производим сортировку пластиков, собранных контейнеров, которые устранули у нас в городе. Их нужно рассортировать. Задача стоит такая. Основная задача – это рассортировать по цветам, то есть светлые, темные. Снять крышки. Вот почему так шумно? Потому что нужно немножко снять, чтобы уменьшить беззанимаемый объем в прессе. Тем самым после этого сформировать тюки и вынести, сложить на улицу. В среднем в один тюк вмещается тысяча полуторалитровых бутылок. Это лучший показатель того, что лабытнанские экологи уже сделали немалый объем работ. Сегодня мы здесь, в Экомир Лабытнанге, уже не в первый раз. Были здесь примерно месяц назад и прогресс налицо. Хочется отметить, когда мы были здесь месяц назад, здесь был метр от пола, мы пробирались через бутылки. Сейчас явно половину склада точно уже разобрались, прессовали. Это не может не радовать. Со стороны кажется, что помощь такого рода совсем не трудная. Но волонтеры признаются в обратном. Я приглашаю всех жителей города, как и молодежь, так и пожилых людей. Это энергозатратно, это может и не столько весело, сколько трудновато делать. Но это очень полезно для нашего города, для нашего региона. Потому что на Ямале очень много проблем с экологией. Желающие помочь лабытнанским экоактивистам могут обратиться через социальную сеть ВКонтакте в группу «Экомир Лабытнанге». Но те, кому ближе пушистые ушастые, уже завтра могут прийти в лабытнанский приют «Котопес». Волонтеры не только Лабытнанге, но и Салихарда при Уральском районе приедут, будут помогать в прогулке, в уборке клеток, в уходе за животными. Это приятно, это классно и здорово. Понимаем, что в силу того, что это в рабочее время, не все те, кто хотел принимать участие, смогли. Но хочется сказать, что всегда есть шанс присоединиться к Доброму делу, прийти в выходные дни и помочь этим организациям. Они настоящие, живые, хорошие и всегда ждут помощников в своем хорошем Добром Деле. Завтра же в Центре помощи «Котопес» вас будут ждать с 15 до 18 часов. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Мавдрих. Я благодарю вас за внимание. Все наши новости, а также официальная и проверенная информация доступны в интернете. На сайте lbtdefiz.ru, в группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте и будьте в курсе событий. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok